Есть у кого-то предположение, решение? Это точно не А. Точно не А. Давай отмечу. Точно не А. И точно не Е. Не, подожди, это просто потому что тебе понравилось. Не, только не стирай, не надо, я сам это подчеркну. Я считаю, что это С. А? Я считаю, что это С. Я тоже считаю, что это С. Вариант С. Только С называйте тут. А, Б, С, Д, да, поэтому С. Или С, если бы на русском. Кажется, Б. Кажется, Б. Ну, короче, тут много вариантов уже. Почему, кстати, А и Е не подходят? Точно не А, точно не Е. Как ты можешь объяснить? Одно слишком большое, второе слишком маленькое. Ну, это так себе объяснение, я не знаю. Они специально могут вот так. Бах тебе последнюю задачу. Ты выбираешь, а там 4 варианта. Ну, окей, поехали проверим. То есть, никто не решил? Правильно? Нет, я решила. Решила? Я написала. Ага, отлично. Слушай, интересно. А как решала? Потому что мне подумала, там же есть вот это, где К плюс Г, А потом получается УРУ. Что? Получается. Ну, я сначала подумал, что Кен это как типа там 3 буквы, значит 3, плюс 1, получается 4. Ну, я так подумала сначала. Нет, тут это трехзначное число. Это какое-то трехзначное число. К нему что-то прибавили и получили УРУ. Обратите внимание, что прибавляется совсем маленькое число. Причем разные буквы разные обозначают цифры. То есть, это не может быть 999. И потому что, если что-то прибавим, уже четырехзначное будет. И потому что девятками не можно обозначить две разные буквы. Но еще момент какой-то интересный. Если мы прибавляем к Кен, к трехзначному числу. Не знаю, возьмите 324. Прибавьте к нему что-либо. Вот, ну, цифру. 2, 3 или 7. Оно же останется 300 с чем-то. Правильно? То есть, как? 300, ну, 300. Смотрите, буква К поменялась в У. Значит, было перепрыгивание через сотни. Правда? Ну, если тут было 200 с чем-то... Верно сейчас связано немного с алфавитом. Как? Не понял. Это там... А, да нет, тут с кенгуру связано. Это же Олимпиада кенгуру, они специально 7. Это должно быть 6, и можно перескакивать как... Кен, это, например, 499 плюс 6, это будет 505. И это у нас получается как 0. Ну, давайте сразу первый вопрос. Какой цифрой должна быть обозначена Е? Может ли она быть восьмеркой? Не может. Нет, не может. Если бы она была восьмеркой, вот даже 89, к нему прибавлять только 11 нужно, чтобы К изменилась. Правильно? Поэтому Е только 9, Е только 9. Окей. А n, это может быть 8. n может быть 8, но уже не 9 точно, да. То есть, на самом деле, у нас вот такой ребус. К, девяточка, n, плюс какая-то буква Г. Г, я пишу F. Если мы ее прибавляем, мы получаем уру. Теперь, мы можем сказать, что К плюс 1 это У. То есть, У просто на единичку больше, чем К. Правильно? То есть, тут точно плюс 1 будет. Теперь, можем ли мы сказать, чему равняется буковка R? Мы же точно перепрыгиваем. Вот смотрите, плюс 1, откуда взялся? Это потому, что тут тоже был плюс 1 и 9, о которых мы говорили. Нам нужно перепрыгнуть через сотни. То есть, тут будет лишний десяток, который сюда перейдет. И эти вместе 10 нам дадут эту единичку, а R станет ноликом. Я прочитал все ответы. R это точно 0. Это 8. Сейчас проверим. Ну, видишь, да и никто не отмечал. Сейчас уже есть. Какой-то ОУ получается уже. Хорошо. R это нолик, 100%. Мы должны получить какой-то У. Причем и тут, и тут. Двумя разными цифрами. И я думаю, все решения будут... Видите, ответы будут формата УОУ. Сколько решений имеет требования? У может быть единичкой? Или нет? Нет. Почему? Ну, потому что... Потому что... К не может быть 0. К не может быть 0. И получается, так как это уже плюс 1, то, к примеру, если К была бы единицей, то плюс 1, то 2 уже. Уже... Да. К не 0 точно, поэтому никак. К может быть и единицей. Тогда У двойка. То есть, нам нужно как-то пробовать получать 202. 202 получать. К 100% единица. Тут девятка. И вот эти НГ мы прибавляем. Сколько нужно прибавить? 18, правильно? 12 нужно прибавить. Как мы это можем сделать? Не знаю. Взять. Так, чтобы не двойки. 12 прибавить. 3. И... 3, 9 мы не можем взять, да? Н это 7. А Г это 5. А давайте все 12-ки в сумме я напишу. 1, 11 нет. 2, 10 нет. 3, 9 нет. Потому что 3, 9 девятку используем. Мы не можем девятку использовать. 4, 8 нигде не используется. Правильно? 5, 7 можно. И 6, 6 нельзя уже. Все. То есть, только два вот этих варианта. Но... Мы же можем написать 194 плюс 8 или 198 плюс 4. Согласны? И так, и так получим 202. Также мы можем написать, используя 5,7. 195 или 197 плюс вот обратные вот эти вот цифры. Получится 202 и 202. То есть, 202 можно создать четырьмя способами. Четыре способа для 202 есть. Хорошо. Идем дальше. Можно ли создать 303? Можно ли получить 303? Если 303, то К точно будет двойкой. Правильно? Тут точно девятка живет. Мы это знаем. И нам надо Н плюс Г сделать 13. Как получить 13? Какие варианты у нас есть для 13? Ну, 1, 12. Не может быть. Нам надо цифры. 2, 11, 3. 5, 8. 3, 9 не можем? 8. 4, 9 не можем. Да. Или 5, 8 можем? 5, 8. 5, 8. Подойдут. 6, 7 еще? Нет? 7, 6. 7, 6. Согласны? Вот как было здесь, 4 комбинации было создано. Так же и здесь 4 комбинации создается. Правильно? 4 комбинации. Угу. Окей. Можно их все написать, мы не будем. Давайте попробуем 404 получить. Это должно быть 390 Н плюс Г. Чему должно Н плюс Г равняться? Если тут четверка, 14. Как можно получить 14? Ну, 4, 10, да? 5, 9. 5, 9 не подходит. Потому что девятка уже есть. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8 реально. 7, 7 нельзя, потому что одинаковые цифры не могут тут использовать. 6, 8. Сколько у нас будет тогда возможных комбинаций здесь? 3, 9, 6 плюс 8 или 3, 9, 8 плюс 6. Вот. Два способа дают 404. И уже заметим, что чем дальше, тем сложнее. 14 тяжело было получать. В следующем мы уже будем пытаться 15 получать. Правильно? А 15 это 8,7. Что, кстати, можно? 8,7 можно. Давайте я это напишу. Если я хочу 505 получить, тут будет 490 N плюс G. Они вместе дают 15. Единственный вариант это 7 и 8, которые подставляются. И они работают. То есть есть 497 плюс 8 и есть 498 плюс 7, которые выдадут эти ответы. То есть тут давайте посчитаем, сколько всего у нас есть тогда. 16 мы не получим, это только 8, 8. Не, не 4, больше тут вариантов. Тут 2 варианта. Получить 505. Вот еще 2 варианта. Получить 404. Тут 4 варианта. И тут 4 варианта. Большой ответов 12 было. Это тот как раз, который точно не. Видишь, как выполз. 12 решений. И задача тяжелая. Очень тяжелая, потому что и брут-форс нужен. И понимание того, как... Смотрите, мы сразу упростили. Е точно 9. Р точно 0. Попробуй, додумайся. Потом. У на 1 больше, чем К. Правильно. И уже в зависимости от того, какой будет У, попробовать подобрать эту сумму. Видеть комбинации и симметрии. Продолжение следует.